Всем привет! Это мягкий стёб на туперов и ютуберов, так что просто расслабьтесь и посмотрите. В нынче на ютубе очень много стало всяких топов и самоделок из разных частей, а также нетривиальных и нетрадиционных использований всякого рода предметов. Например, вот таких обоконенных моторчиков. Давайте сегодня воспроизведем эти крутые лайфхаки прямо сейчас за короткое время. Итак, первый и любимый лайфхак из вот такого моторчика, это, конечно же, динамик. Чтобы сделать динамик из моторчика, достаточно подключить его к усилителю или же просто к телефону. Давайте посмотрим, сможет ли моторчик заменить вот такой вот пищащий динамик. Подключим его к усилителю и запустим звук. Ну-ка, пока что плохо слышно, хотя разобрать некоторое бормотание можно. Стол резонирует. Как правило, в качестве резонатора используют пластиковый стакан. Проверим. Да, со стаканом дело пошло лучше. А ну-ка проверим, если мотор положить на стакан. Звучит и трясется. А если сделать вот так? Ну, лучше всего ведет себя в качестве резонатора пивная банка. Срезанная и пустая. Послушайте. Давайте положим внутрь. Неплохой рок-н-ролл. А теперь, не отходя от кассы, следующий лайфхак. С помощью моторчика, если приклеить к нему небольшой кусочек изолента, можно сделать индикатор мощности звука. Смотрите. Сейчас, в силе музыки, вот этот вот индикатор будет нам, как стрелочка, показывать уровень звука. Вот такой стрелочный индикатор. Не правда ли, Крютяк? Продолжим наши дикие эксперименты. Оказывается, мало кто знает и мало кому известно, но мотор может вырабатывать электричество. Давайте посмотрим на приборе, сколько электричества может выработать вот этот маленький моторчик, который только что исполнял нам дискотек. Крутим. О, смотрите, сколько тока. Итак, это уже третий лайфхак, прямо перед вами. Мотор является генератором электричества, свободной энергии. Да это же обалдеть, да еще такой маленький. А сможет ли этот мотор зажечь вот эти светодиоды? Как вы думаете? Я думаю, по интонации моего голоса вы уже давно догадались, что сейчас мы будем зажигать светодиоды. Но так как ролик посвящается моему любимому блогеру техническому, который любит выключать свет во время демонстрации всяких светяшек, я выключать свет на воду и скажу ему, не делай так, темноте-то можешь нажимать любые кнопки, и мало кто заметит, откуда светились светодиоды. Пока вот оно, вот оно, то самое состояние, когда светодиоды светятся. Итак, это уже четвертый лайфхак, или пятый, ну, в общем, зажигатель светодиодов, прямо у нас на столе. А что если нам попытаться сажечь вот таким маленьким моторчиком настоящую неоновую лампочку? Ну, правда, тут без премудрости не обойтись, поэтому я ввожу новые агрегаты. Это трансформатор. Ему подключена ионовая лампочка к тому самому месту, которое втыкалось в розетку. А вот сюда, на вторичную, так сказать, обмотку, мы подключим наш маленький мотор. И будем наблюдать, получится у меня или нет эту ионовую лампочку. И еще один замечательный лайфхак. С помощью мотора можно проверять батарейки. И не только уровень их заряда, а еще и полярность. Смотрите, если подключить мотор к батарейке, если она заряжена, он будет крутиться. Если мы поставили полярность правильно, то он крутится правильно. А если поменять полярность, он будет крутиться в другую сторону. И это покажет нам, куда правильно ставить батарейки. Вот такие козырные лайфхаки. Я надеюсь, они вам понравились. Туда или туда решать вам. Поехали.